Владислав Сырокомля родился в 1823 году в фольварке Смольгов Бобруйского уезда в небогатой шлихетской семье. Учился в Несвежской доминиканской школе, затем в Новогрудской. После пятого класса вернулся в родительский дом, занялся изучением языков, переводил с французского, получил место, управляющего радивиловскими имениями, изучал архивы Несвежского и Копульского замков. Как литератор Сырокомля дебютировал в 1844 году, опубликовав в Виленском журнале стихотворение «Почтальон». Переведенное на русский язык, позже оно стало популярной песней «Когда я на почте служил ямщиком». Переехав в усадьбу Залучья, поэт написал несколько сонетов, посвященных Несвежу, начал работу над путевыми очерками «Странствование по некогда моим околицам». В жанре историко-краеведческих исследований Владислав Сырокомля создал еще несколько работ. «Минск», «Неман от истоков до устья» и другие. С 1853 года начали издаваться сборники баллад Сырокомли. Увидели свет несколько его поэм и пьес. «Маргер», «Янка-могильщик», «Хатка в лесу», «Каспар Карлинский». Поэт занимался изучением белорусской истории, этнографии и фольклора. Использовал его сюжеты и образы в своем творчестве. Обрабатывал и переводил белорусские народные песни. Также Владислав Сырокомля стал переводчиком некоторых произведений Геты, Гейны, Лермонтова, Некрасова, Шевченко. Публиковал отзывы на литературные новинки белорусских писателей и поэтов. За участие в манифестациях в 1861 году Владислав Сырокомля был заключен в Виленскую тюрьму. А через год умер. Его именем названы улицы во многих городах Беларуси. Установлены памятники и мемориальные доски. Его памяти посвятили свои стихи многие белорусские поэты. Владислав Сырокомля – поэт, критик, краевед и переводчик, изменивший мир литературы 19 века.